Не значится, например, не грызла, слушалась на прогулках, питалась адекватно. Как эти привычки заложить вот уже сейчас? Мы уже немножечко научили их, конечно, и показываем, что такое современная жизнь. Они видели, как живут люди в первую очередь, и немножечко даже уже привыкли, наверное, ездить на машинах и общаться с большим количеством людей. Нам приезжают в гости различные семьи, смотрят, общаются. То есть это должно быть, социализация собаки? Обязательно, это в первую очередь. Как выбрать для себя собаку, породу, по каким вот параметрам стоит подходить для семьи, спокойные, неспокойные, сколько времени гулять, когда ты в поисках идеального друга на долгие годы? Отлично, если человек имеет возможность посмотреть на много пород одновременно, но надо в первую очередь ориентироваться не на экстерьер, не на что-либо там, экстерьер это внешний вид, а больше смотреть на поведение собаки в определенных условиях, то есть оценивать ее активность, ее размеры и, ну, больше-то, в общем-то, и ничего. В остальном собака все подскажет. Ну, вот собака подскажет. Вот у нас малыши корки сейчас. Да. Их используют как служебных собак? Или это все-таки домашняя абсолютно такая история? Теоретически мы овчарки, но, скажем так, применение этих собак в России практически на нуле. Немножечко начали развивать это направление, но в большинстве случаев эти собаки исключительно для домашнего содержания. Вот кому они подойдут, такие собаки? Семьям с детьми или, наоборот, людям, которые любят походы в горы? Собака это же такой спутник, уже все, ее же не сдашь. Ну, то есть, конечно, можно, когда у тебя суперактивный какой-то отпуск намечается, куда-то пристроить на время, но в целом это ежедневная бок о бок, лапа к лапе. Ну, по большому счету, только для семей я бы рекомендовать так не мог. Я думаю, для любых условий дом. Просто собаки позволяют размером эксплуатировать, скажем так, себя универсально. Сегодня самая популярная порода, наверное, ну вот в данное время. А чем вот такая любовь к корге? Потому что, ну вот, условно, там 10 лет, про них мало кто знал, а сейчас вдруг оказывается, что это... Популяризация, опять же, это и из-за границы немножечко пришло к нам, и начали снимать некоторый, ну, кинематограф какой-то пошел, где упоминаются эти собаки. И люди, естественно, это все принимают к сведению. Ну, как в свое время были популярные Сен-Бернары по фильму Бетховен. И Чау-Чау были, уж не знаю, какие фильмы. Чему важно вот в семье обучить ребенка корге, чтобы он потом ничего не портил? Ну, потому что, ну, все равно маленькие шаловливые корги наверняка могут что-то изгрызть. Таким образом, чтобы это было нетравматично для собаки, конечно, но и чтобы собака тоже знала, что ей не все позволено. Есть правильное пассивное приучение, когда собаке ничего не запрещается, а изолируются все зоны, которые могут вызывать у человека или у хозяина жилья там любого эмоции. Эмоции направлены на коррекцию. То есть, например, если вы видите, что у собаки есть доступ к электрическим проводам, ну, заблаговременно можно это место чем-нибудь заслонить. Таким образом, чтобы собака не могла туда попасть. А если у нас таких зон много... Спасибо большое, спасибо большое и Маше, и специалисты. Друзья, ну, знаете, мы такие прекрасные маленькие собаки. Они прямо говорят, мы не хотим дрессироваться, мы хотим спать, бегать и есть. Как, в принципе, и мы. Но, тем не менее, мы должны и с радостью это делаем. Знакомим вас, дорогие зрители, с жизнью Санкт-Петербурга и всей России. Вот, например, прекрасная новость прилетела. Россияне выбрали самые любимые музеи страны. Лидером голосования оказался наш родной... ...заботе, потому что вот есть такое мнение, что служебных собак нужно вот прям с детства. В строгости, 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 и тогда они будут вроде как лучше справляться. Насколько ласковые эти дети? Хочется сказать, что, наверное, не только в строгости надо воспитывать. Расскажите о них. Да, у нас наоборот. Полная анархия. Собаки живут как хотят. И условия, которые им позволяет владелец, на самом деле, они тем больше будут развивать животное. То есть, на самом деле, мотивационных каких-то задач по поощрению, по развлечению этих собак вполне достаточно для того, чтобы они жили полноценно. И после этого спокойно начали приносить пользу, соответственно, на службе или просто в быту. А вот ваши собаки где работают? Вот я знаю, что у них вообще довольно такая серьезная загрузка. Ну, например, на каких мероприятиях можно их встретить? Ну, взрослых собачек уже зовут, конечно, на возможные специализированные мероприятия по поиску различных веществ. Они обучены обнюхивать помещения, автотранспорт и прочее. Сегодня вот растет молодое поколение уже специализировано под задачи, которые в настоящий момент прямо уже на контрактной основе. То есть, потихоньку дети через месяц, через два уже займут место взрослых. А вот во сколько у них начинаются карьеры и как долго она продолжается и какие этапы они проходят? Месяцев с двух-трех начинается уже этап, когда собаки дают более серьезные задачи. И месяца через три уже сырой материал. Но можно пытаться параллельно со взрослыми собаками применять на службе. А вот этим ребяткам сколько им? Нам уже два с половинкой. Осталось еще месяц посидеть на питомнике, после чего уже поедут в город гулять и также свободно себя чувствовать там. Вот мамочка умница Чили рядом с вами. Что умеет, давайте продемонстрируем. Может быть, ну какие-то самые, может быть, простые команды. Спасем ее от дочерей, которые тут ее окружили. Ее сейчас разорвут, конечно, на части, потому что дети ее не видели. Только специально для вас. А к вопросу ее умений, конечно, можно подходить, не знаю, с какой точки зрения. Наверное, давайте с развлекательной. Давайте с развлекательной, конечно. Если нам позволит обстановка, да. Мой хороший. Беги. Чили. Покажи-ка нам что-нибудь. Вот так она говорит. Чилюх. Чили, Чили, Чили. Чили. Да. Иди сюда. Не, они навряд ли ей дадут сегодня чем-нибудь развлекаться, но... Дети. Это дети. Ладно, давайте тогда, ну хотя бы лапу-то Чили можешь дать? Оп. Это что, было сейчас? Укладочка у нас такая. Ага. Тренировочка. Собаку, собаку, собаку приучают очень быстро падать на землю. Зачем? После чего она получает поощрение. Так выглядит нормальная команда лежать. То есть, не дистанционная. Видите, она так не понимает. Когда собаке показываешь, резко. То есть, она научится, что чем быстрее я коснусь земли, тем быстрее мне дадут поощрение. После чего держим ее обязательно в этом положении. И собака нам показывает, что она терпит, ждет. Мотивация, мотивация. Ну, Чили, давай пока твои юные детушки. Так, а это что такое? Ну, это трюковой такой момент. То есть, развлекательный в первую очередь для собаки и для меня, чтобы отдохнуть. Ну, учиться какой-нибудь трюк, который неестественный для животного. То есть, движение вперед, после чего разворот задом проход между подкинологом. Посадочка рядом, фиксация, смотрим в глазки. То есть, ну, это вот все отвлекает собаку, на самом деле, от того, что происходит снаружи. То есть, когда вокруг обстановка, на самом деле, ну, тяжелая. Там, возможно, салюты. Большое количество транспорта. То есть, собачке учится, ну, вот какой интрюк, который расслабляет психику. И она, ну, позволяет нам немного понять ее состояние. То есть, напряжена, она взволнована или устала. То есть, в настоящий момент собака абсолютно сконцентрирована на мне. Что дает возможность, наверное, использовать ее и в поиске. Чуть-чуть буквально, да. Там, когда... А насколько такие собаки хороши, ну, как, в быту, скажем так? Если вы не планируете для своего питомца карьеру, если вы не планируете его куда-то, кстати, сдавать на работу, может, свою собаку? Или все-таки собака со своим кинологом и со своим специалистом работает? Да, собачка должна вообще, на самом деле, привыкать к одному человеку. Бывает еще, что человек с двумя собаками, но это обычно возрастные какие-то у нас такие как-то задачи. То есть, когда одной пять, другой вот как раз, как детки у нас сейчас. То есть, параллельно они друг друга заменяют, скажем так. Ну, вот давайте все-таки, чтобы, да, те люди, которые умилятся сейчас вот щенкам-овчарки, к чему нужно быть готовым, если ты для себя, для дома заводишь, ну, вот, такую красавицу. Потому что пока они малыши, понятно, все милые, у всех носики мокрые, все целоваться лезут, а потом оно вырастает в настоящего такого зверя. Как воспитывать, чтобы зверь, в общем-то, не приносил проблем, а только радость, счастье и позитивные эмоции и для себя, и для собаки? По большому счету, очень многое имеет значение это разведение, кто что разводил, да? Но вот это самое серьезное разведение немецких обчарок, которое есть, да, там, ну, скажем так, оно было целенаправленное на службу. И из этих собак будут именно те, кто хорошо кусается, отлично ищет, самые эмоциональные и быстрые. И при этом был опыт, что данные собаки лучше всего приживаются в квартирах, где вообще минимум места и максимум людей на квадратный метр. То есть, получается, с кошками все-всеми уживаются. Главное поставить себе изначально хорошую цель. То есть, и человек должен четко определиться, хочет, чтобы его собака кусалась и лаяла, или только лежала и приносила эстетическое удовольствие. То есть, после этого расставляем приоритеты, работаем, пользуемся помощью специалистов. Безусловно, они должны подсказать, направить. Как-то так. Больше таких задач прям особо нет. По пародии, все равно, это самая универсальная собака. Самая универсальная собака. Друзья, мы передаем вам привет. Посмотрите, какие красавчики. Кто-нибудь подойдет к нам? Давайте ему мордочки-то покажем уже под конец. Все, сбегайтесь. Ой, универсальная собака. Я, дай-ка я тебя возьму. Желаем всем замечательного утра. Маш, спасибо тебе большое. Я вот чувствую, надо брать моего Чарли и везти вот в школу воспитания на эту лесную опушку. Только боюсь на велосипеде.